Насколько законен майнинг вообще в России? Меня не трогают, я добываю. Сколько ты заработал в первый месяц? Наша налоговая делает запрос, получается, российскому представительству данной биржи о том, какие транзакции, кто выполняет в течение лет 30, весь мир перейдет на криптовалюту. Чистая прибыль порядка 130 тысяч рублей в месяц. Кстати, обменники у нас в России, скорее всего, скоро запретят, потому что видеокарты начали дорожать. Бабушка сверху бегала ко мне каждые две недели, просила выключать хотя бы на ночь. В январе добыча была на пяти видеокартах, ровно точно такая же, как сейчас я добываю на 25. Они настолько продумали систему, чтобы я не только не нашел их программное обеспечение вредоносное, но чтобы я его даже не увидел. Я попытаюсь сформулировать так, чтобы было понятно людям. Это бейки нужно снимать и вставлять потом. Друзья, привет! Выпуск хочу начать со слов благодарности вам, ведь вы действительно активны, и это не может не мотивировать и заставлять, в ремонт смысле слова, делать выпуски для вас более качественными и интересными. Тема криптовалюты уже давно изъезжена. Даже моя оригинал-ба знает про электронные деньги. Но, к сожалению, уровень финансовой грамотности, криптовалютной грамотности в нашей стране достаточно низок. У нас сегодня в гостях гость, он настоящий фермер. Но, к сожалению или к счастью, он добывает не молоко, а добывает криптовалюту. Алексей, приветствую! Приветствую! Давай начнем с самого первого и простого вопроса. Что такое майнинг? Расшифруй, пожалуйста, вопрос для моей оригинал-ба. Такс. Ей 80+, но она в теме. Хорошо. Получается, майнинг — это, грубо говоря, математический компьютер, который помогает решать математические задачи. Поступает, допустим, математическая задача. Видеокарты, асики и прочие оборудования для майнинга это обрабатывают. И на сервер, в сеть, выдают готовое решение этой задачи. Готовое решение этой задачи в майнинге называется блок. А, кстати, совсем забыл сказать, что если у вас есть свой бизнес, либо вы работаете на себя, то самое время перейти в описание. Внизу я оставил анкету, которую можно заполнить и при желании стать участником, возможно, будущих наших выпусков. Насколько законен майнинг вообще в России? На данный момент нет прямых законов, которые запрещали бы майнить. Есть единственный закон на данный момент на прибыль. Данный закон, он на данный момент нормально не введен, то есть нет четкой структуры, которая что-либо ограничила, что-либо разрешала. Некоторые перестраховываются, оформляются как самозанятые и после этого уже платят налог со своей добычей. Я лично ничего не плачу, пока, допустим, меня не трогают, я добываю. А как могут проверить, что ты добываешь и в каком количестве? Если это децентрализованная система, ее же не видно. На данный момент в последнее время у нас ФСБ налоговики очень сильно заинтересовались биржами. Именно криптобиржами? Да, криптобиржами. Потому что все транзакции в 90% случаев происходит через криптобиржи. Российские или зарубежные? У нас по факту нет российских криптобирж, есть российское представительство какой-либо биржи. Допустим, самое знаменитое это Binance. Binance, потом после нее идет Coin, забыл точное название. Если что, ссылку дадим в YouTube, название точнее. Вот Binance. Наши налоговые делают запрос, получается, российскому представительству данной биржи о том, какие транзакции кто выполняет. И пока что даже те, кто не платит налог, им никакие претензии не предъявляются, потому что пока что на законном уровне это не несет ответственности. Но я думаю, наше любимое российское правительство скоро дойдет до того, чтобы хорошо всех обложить налогом, потому что это очень хорошая кормушка. А как обстоит практика международная в том же Китае? Вот насчет Китая сейчас не скажу. У них там пытаются сейчас усидеть на двух стульях, так же, как и у нас. Они изначально не знали, что им сделать. То ли налог взимать с этого, то ли запретить это все. На данный момент все запрещает. Но более чем уверен, через пару лет они снова разрешат, если научатся как-либо это контролировать. А какое будущее ты видишь за майнингом? Есть ли вообще у него будущее? Ну, я думаю, с учетом того, что уже постепенно некоторые страны начинают принимать его как официальную валюту, второстепенную. На примере того же Сальвадора они сейчас приняли биткоин как официальную валюту. Но они имеют право ей расплачиваться внутри страны. Дальше пока это никуда не идет. Но я думаю, будущее такое, что в течение лет 30 весь мир перейдет на криптовалюту. Потому что, ну или будет первостепенная валюта. Но мне кажется, то же самое, как вот есть доллар, им пользуются все страны. А есть внутренние валюты. Мне кажется, биткоин сместит доллар на все вот эти международные, на международном уровне. А как майнинг и криптовалюта между собой пересекаются? Это будет наверняка вопрос интересовать каждого второго нашего подписчика. Что общего между майнингом и криптовалютой? Может ли она существовать без майнинга? Да, криптовалюты могут существовать без майнинга. Но, допустим, с криптовалютами такими, как биткоин, эфириум и там еще очень большой перечень, нет. На данном уровне нет. Объясняю почему. Биткоин, любые операции, чтобы перевести, допустим, у меня есть 5 биткоинов, я хочу оплатить тебе какую-либо услугу. Чтобы провести перевод между мной и тобой, нужно, чтобы как-то он попал в сеть, как-то сеть его зарегистрировала, как-то сеть его подтвердила и попала к тебе. Для этого нужны математические мощности. Что такое монета? Монета – это некий алгоритм расчета, который продается, или это что-то другое? Монета – это, грубо говоря, вознаграждение за какие-либо математические вычисления. То есть я купил оборудование, я произвожу математические вычисления, за эти математические вычисления мне начисляются монеты. А сама из себя монета представляет набор математических блоков, которые как раз-таки решают вот это вычислительное оборудование. То есть это некая формула? Можно и так сказать. Это не совсем формула. Уникальная формула, имеющая некий индивидуальный номер. Можно и так сказать, да. Ну и переходим плавно к вопросу самому интересному. Как ты пришел в майнинг и что тебя сподвигло к этому? Я вообще задумывался про майнинг, наверное, еще в сентябре прошлого года, когда работал в продажах по телефону. Я через специальный в интернете калькулятор высчитывал, сколько ввожу, сколько получу, за сколько отобьется. И в сентябре того же года, то есть прошлого, 2020-го, я начал с девушкой своей, свой личный бизнес. Это по перепродаже компьютерных комплектующих, по сборке компьютеров и по продаже их в последующей на Авито. Это был мой основной доход. Достаточно, кстати, интересная тема. Если нашим зрителям будет интересно, можем сделать из этого отдельный выпуск. Ребята, напишите в комментариях, сделать ли нам выпуск про бизнес на Авито. Интересна ли вам тема. Если действительно комментариев будет много, то я не вижу никаких проблем, чтобы этот выпуск был у нас на канале. Ну вот, считай, с сентября по ноябрь я зарабатывал активно. Я ушел уже с работы, потому что мне это позволяло. Я зарабатывал где-то по 80-90 тысяч в месяц. Декабрь, январь был достаточно хороший. Там чистые прибыли вышло по 300 тысяч. Чисто на Авито, да? Да, чисто на Авито. И в январе, когда как раз биткоин пошел вверх, за ним следом другие криптовалюты, видеокарты начали дорожать. Мне тогда моя девушка говорит, пока видеокарты сильно не взлетели, давай хотя бы купим небольшую партию, чтобы было из чего собирать компьютеры. Мы закупили, получается, партию 5 видеокарт, GTX 1080 Ti, если кому интересно, и просто положили на полку. То есть у меня вторая комната в квартире оборудованную полностью под мастерскую. И мы их положили туда. И потом через пару дней я задумывался, почему они просто так лежат. Что они без дела, когда сейчас рассвет майнинга снова идет, как в 2017 году. На минуточку. Это второй бум майнинга. Первый был в начале 2017 года. Вот. Я думаю, соберу-ка я майнинг ферму. Немножко отойдем от этой темы. Вернемся к ноябрю, когда я зарабатывал на сборке компьютеров. Как я вообще познакомился с майнингом и вот именно вживую. Я покупал партию видеокарт. Я нашел их опять же на Авито. Вот. Это были видеокарты GTX 1070. Мне нужны были для сборки в компьютере. Я приезжаю, а там видеокарты с майнинга. Причем видеокарты в отличном состоянии. На минуточку, уважаемые зрители. Если вы боитесь брать видеокарты с майнинга в свой компьютер, не нужно бояться. Если вы знаете, что видеокарта с майнинга, попросите просто человека показать, в каком состоянии. Его фермы. Если человек трясется над своим оборудованием, если он за ним ухаживает, чистит, холит и лелеет, значит с этой видеокартой ничего страшного не будет. Про то, что вы можете прочитать в интернете, про то, что видеокарты деградируют в майнинге, чипы деградируют и прочее. Это все, так скажем, бред. Был пример. Видеокарта 1070 работала в майнинге 2 года. И мы делали лично тесты. Сравнивали обычную 1070, которая была в игровом компьютере, и с майнинга. Разницы никакой не было. Единственное, что можно бояться, беря видеокарты с майнинга, это то, что человек их не обслуживал, то, что они у него жарились. Жарились это означает, что они у него перегревались под 70, под 80, 70 градусов. В таком случае, в будущем, возможно, отвал чипа, отвал видеопамяти от больших температур. Возвращаемся к моменту, где ты купил видеокарты. Что было дальше? Я познакомился с прекрасным человеком Дмитрием. Вот у него, по сравнению с моими мощностями, у него реальная лаборатория. То есть, у него, если измерять в единицах мощности, у него 3 единицы, а я всего лишь в воде 1 единица мощности. К примеру, потом вложим видео, фотографии, что у меня есть на самом деле. Прямо вот именно мои фермы. Он мне рассказал дословно про майнинг, немножко в технические нюансы ввел. И когда в январе как раз-таки я собирался делать майнинг-ферму, я по крупицам собирал в интернете информацию, потому что дословно, прям полностью, со всеми интересующими вопросами нет информации в интернете. Ну, есть, но ее очень тяжело найти. Это нужно читать форумы, это нужно по частям смотреть всякие видео на ютубе. Вот этому человеку скажу огромнейшее спасибо, он мне очень помогал. Он меня прям за ручку проводил по этому делу. И мне это с легкостью далось. У меня на тот момент была подходящая материнская плата для компьютера, которая могла вместить в себя 5 видеокарт. У меня был подходящий мощный блок питания, который даст электричество на все эти видеокарты. Единственное, что мне оставалось, это купить каркас, на котором это все будет стоять и нормально более-менее охлаждаться. Я в тот же вечер прямо у себя на районе купил такой каркас за 1000 рублей, все собрал и подключил. Я, наверное, около трех часов мучился сначала с программным обеспечением, потому что я делал это все не на Windows, как многие делают, а я делал это сразу на Linux. Огромнейшее преимущество Linux от Windows, на Windows периодически программное обеспечение может подвисать. Если вы собираетесь путешествовать, куда-то ездить и прочее, лучше моя рекомендация использовать Linux для этих задач. Linux? Да. Его можно дистанционно с помощью приложения на телефоне перезагрузить и прочее. Есть две программы на данный момент специализирующиеся на Linux. Это Rayfoss и Hifoss. Я отдал свое предпочтение Rayfoss. Программное обеспечение на основе Linux мне помогало отслеживать видеокарты в реальном времени, сколько они дают единиц мощности, какая у них температура, какой у них разгон по ядру, по памяти, какая скорость вентиляторов и прочее. Дальше, после установки вот этого программного обеспечения, нужно присоединиться к какому-либо пулу. Пул — это общество майнеров, которое добывает, допустим, определенную монету. В моем случае это Ethereum. Почему именно люди пользуются пулом? На данный момент добыча эфира одному человеку, допустим, даже с хорошими мощностями, будет очень тяжело, потому что есть такой показатель, как сложность сети. То есть сложность сети показывает то, насколько тяжело решить математическую задачу. И поэтому многие майнеры кооперируются в пул, чтобы вместе решать вот эту математическую задачу. И потом, когда она решается, делится вознаграждение между всеми майнерами, которые решили эту задачу. Давай сразу же уточним вопрос по поводу пула. Я, честно говоря, не очень понял, что такое пул. Это некий сервер, куда все приходят для решения задач. Давай объясним простым языком, что такое пул. Потому что вопрос, я думаю, для многих наших подписчиков будет актуальный. Я могу привести простой пример со стройкой дома. Один строить дом ты будешь год, а если ты позовешь 10 человек, вы построите его за 2 месяца. Это понятно, как это выглядит в жизни. Что такое пул? Пул это... Это сервер? Это, да, это можно сказать сервер, который собирает все мощности людей в одну точку. И вот все вместе они решают как раз задачу. И после решения этой задачи, вознаграждение, полученное за решение этой задачи, распределяется между каждым участником. То есть, иными словами, пул это некая организация, некий сайт, который принимает на себя задачу и раздает ее среди участников, которые входят в этот пул. Можно и так назвать. Да, скорее всего, это будет более верное название. Изначально я пользуюсь пулом Ethermine только, наверное, по одной простой причине. Во-первых, он был удобен в плане того, что у него было мобильное приложение на андроиде. На андроиде, на iOS. И было удобно отслеживать статистику. Потом я перешел на пул 2miners. У него еще более удобная статистика, которая позволяет понимать вознаграждение, какое вознаграждение я получил, какую я внес производительность в общую добычу и прочее. Почему я перешел на другой пул, на 2miners? Потому что у RIFOS, это то самое программное обеспечение, которым я пользуюсь, есть договоренность с этим пулом. То, что если ты работаешь на пуле 2miners, само это программное обеспечение RIFOS становится для тебя бесплатным. RIFOS, он как бы тоже условно бесплатный. То есть, если ты владелец одной фермы, ты можешь бесплатно работать на любом пуле. Но если у тебя больше 2 ригов и больше, то ты платишь определенную комиссию за предоставление вот этого программного обеспечения. Там порядка выходит, ну, где-то 5-6 долларов в месяц. Независимо от того, заработал ты или не заработал. Да. А что такое RIG? RIG это в простонародье ферма, как вот ее все называют. То есть, это несколько единиц вычислительного оборудования в одном, так скажем, каркасе. Хорошо. Ты, значит, выбрал пул, ты через него работаешь. Дальше были какие твои действия? Изначально, перед этим всем, я зарегистрировал аккаунт на бирже. Получать криптовалюту с пулу можно двумя способами. На криптокошелек биржи сразу, чтобы ее можно было менять на обычные деньги и выводить в настоящие деньги, так скажем, в кэш. И через обменники. Вот, кстати, обменники у нас в России, скорее всего, скоро запретят, потому что это тяжелее. Криптообменники. Да, криптообменники, потому что это тяжелее отслеживать налоговый, чем отслеживать биржи. Или на свой кошелек личный, то есть не на бирже, а потом со своего кошелька уже менять на кэш через обменник. Но, опять же, через обменник это не очень безопасно. Гарантии того, что вы получите свои деньги, там очень размытые. А какими обменниками ты пользуешься? Обменниками я не пользуюсь, я пользуюсь только криптобиржи, потому что это более безопасно. Мы можем для наших подписчиков раскрыть, что это за криптобиржа, проверенная, чтобы она 100% была нормальной. Есть хорошая криптобиржа, Binance, по сонародию ее называют Banan. Ей, наверное, пользуется очень много людей. Получается, тогда я завел кошелек на бирже, я зарегистрировался, прошу полную верификацию с подтверждением паспортных данных. Были ли сложности в процессе регистрации? И что для этого нужно, что самое главное? Наверное, нужен паспорт или права. Наверное, была только одна сложность с верификацией. Это именно верификация по видео. Потому что на старом паспорте я был без бороды. А когда я проходил видеоверификацию на Binance, у них очень такой алгоритм смешной. Он бороду считал, алгоритм вот этот, за то, что я преподнес руку к лицу. И он постоянно мне говорил, пожалуйста, уберите руку от лица, перезапишите видео для проверки. С этим я боролся, наверное, один день. В итоге я зачесал бороду за подбородок и кое-как смог пройти эту верификацию. После этого я, получается, ввел свой криптокошелек в программу посещения RIFOS. Подключился к POOL и начал уже добывать. На то время, вот, кстати, на минутку. В январе добыча была на пяти видеокартах ровно точно такая же, как сейчас я добываю на 25. Потому что сложность сети была намного меньше. Чтобы выполнить математическую задачу, тогда требовалось намного меньше усилий. Сейчас же, так как все нахлынули в эту сферу, сейчас же очень сложно выполнить математическую задачу. Тем самым добыча вот очень сильно упала. Сколько ты заработал в первый месяц, когда ты запустился? В первый месяц с пяти видеокарт я заработал порядка чистыми. У меня получилось порядка 60 тысяч. Это за вычетом розетки, за вычетом интернета, за вычетом всего? Да, да. А розетка у меня тогда получилась в районе 6 тысяч. Но это не точно. У меня тогда потребление, получается, было полтора киловатта в час. Розетка у меня на тот момент стоила 5 рублей 70 копеек. Впоследствии я, конечно, поменял счетчик на двухтарифный, чтобы сделать 5 рублей 20 копеек. Так как вот эти копейки очень сильно решают на самом деле. Какие твои были первоначальные вложения в оборудование? 100 тысяч. То есть, нет, чуть больше 100 тысяч. Я тогда покупал 1080 Ti по 26 тысяч. На секундочку, они сейчас стоят порядка 60 тысяч. То есть практически в три раза цена видеокарты выросла. 28 и 60 в два раза? 28, нет, 26 получается. 26 тысяч. Ну, в два с половиной раза. В два с половиной раза, получается, цена выросла. То есть 120 тысяч? Сколько ты вложил еще раз? 100? Ну, порядка 120 тысяч. Получается, я купил 5 видеокарт. Даже чуть больше, чем 120. Потому что мне еще каркас пришлось купить, флешку для того, чтобы записать туда программное обеспечение. И в первый же месяц ты чистыми достал 60 тысяч рублей? Да. То есть половину у меня уже сразу же окупилось. А в чем тогда подвох? Почему сейчас каждый второй не занимается майнингом? Если ты 120 вкладываешь и 60 получаешь. Два месяца окупаемости? Не совсем. Сейчас уже средняя окупаемость – это один год. В среднем один год. Допустим, если покупать ферму. Ну, допустим, сейчас на данный момент у меня в продаже есть одна ферма. Она уже зарезервирована моим другом. Это для вас, уважаемые зрители, что вы меня не мучили продать ферму. Вот одна ферма у меня на данный момент стоит 250 тысяч рублей. Подключь. Да, то есть подключь. То есть по факту тебе нужно принести домой ее поставить, поставить вентилятор рядом с ней, чтобы сдувал горячий воздух. Подключить к интернету. И создать все необходимые программные аккаунты. Вот она стоит 250 тысяч рублей. На данный момент ее доходность, именно доходность, не прибыль. Доходность составляет порядка 11,5 долларов. Чистой прибыли это получается около 10 долларов. В сутки? Да, в сутки. 300 долларов она генерирует в месяц. Да. Минусуем от 300 долларов еще розетку, интернет и комиссия за выводы. Нет, это уже чистая прибыль. Чистая прибыль. Доход 11,5, чистая прибыль 10 долларов в сутки. То есть полтора доллара где-то уходит на электричество. Получается, средняя окупаемость у нее где-то в год. При какой стоимости киловатта розетки этот расчет? При стоимости розетки 5 рублей 70 копеек. Какие минимальные вложения нужны для того, чтобы сделать свою ферму? 250 тысяч рублей или возможно меньше? На данный момент порядка 250, да. Потому что помимо фермы, даже если вы найдете чуть-чуть дешевле, там где-то за 220-230 тысяч. Сейчас продают даже очень смешные фермы за 100 тысяч, но я не вижу смысла на самом деле покупать такую ферму. Стоит ли экономить на видеокартах? Начинающим майнерам я бы рекомендовал бы начинать с более старых видеокарт, допустим, 10-го поколения, а не бежать сразу за самыми новыми видеокартами 30-й серии. Это объясняется легко. Вот если, допустим, брать ту ферму, которая у меня сейчас стоит на продаже, это, допустим, 5 видеокарт 10-70. Средняя рыночная стоимость одной карты на данный момент составляет порядка 40 тысяч. Это один рик, который будет добывать 10 долларов в сутки. Но зачем мучиться, когда можно купить одну видеокарту RTX 3090? Одну. Она будет добывать ровно же столько же, занимать меньше места, меньше потреблять. Объясняю почему. Если у вас выйдет одна видеокарта RTX 3090 из строя, вам будет очень-очень горько. А если у вас выйдет одна видеокарта GTX 1070 из строя, будет не так ощутимо вот это падение. То есть легче всего учиться манить на более старых видеокартах, а потом лучше делать апгрейд. В любом случае, когда вы изучите все подводные камни, когда вы полностью все научитесь, когда вы научитесь обслуживать их, настраивать, искать причину, допустим, перезагрузки ригов. Самая частая ошибка у людей – это то, что у них периодически, раз в сутки сам собой перезагружается риг, то есть ферма. Эта ошибка связана с переразгоном оборудования. Именно с настройкой? Именно, да, именно с настройкой. Почему компьютеры, на которых майнят крипту, называют фермами? Наверное, потому что происходит добыча. Я не знаю, откуда вообще пошло на самом деле это название, но могу предположить, что ферма, потому что она добывает. Вот отсюда пошло. Какие есть риски в майнинг-фермах? Риски могут быть то, что вы, во-первых, купите не очень хорошее оборудование. Есть еще также риск, что курс криптовалют упадет, и вы начнете работать в ноль. И есть риск того, что соседи вам не дадут заниматься этим из-за большого шума. То есть они действительно сильно шумят? Ну вот в моем понимании, ну как сказать, если одну ферму поставить, это будет неощутимо. Если как у меня, то да. Особенно если это лето, нужно подключать вытяжку. Я предоставлю фотографию, чтобы показать, что у меня промышленная вытяжка 300 миллиметров по диаметру. И она летом очень сильно шумела, что бабушка сверху бегала ко мне каждые две недели, просила выключать хотя бы на ночь. Но периодически на ночь я смог ее выключать, потому что температура падала. Ты бы просто ей сказал, что я переживаю, что у вас уже достаточно преклонный возраст, и что вы замерзнете, поэтому необходимо вас подогревать. На самом деле это теплые полы, потому что весь горячий воздух поднимался к потолку, и она говорила, у меня полы греются. Но это было неощутимо на самом деле, по факту даже на самом деле не шум ее достал, а по факту, скорее всего, я так думаю, что ее кто-то запугал, потому что она мне периодически прибегала, она говорит, что у вас там все взорвется, вы меня сгори, вы меня сожжете. По факту у меня стоят дымовые датчики везде, температурные датчики, то, что если что-то случится, я прям моментально узнаю, у меня прям моментально сирена включается. Есть ли еще какая-то побочка от фермы, ну, например, в квартире, кроме температуры и шума? Есть. Я забыл один очень важный момент о проводках. Если это старый дом, если это старая проводка, если нагрузка на проводку большая, вы даже не сможете включить не то что микроволновку, а даже стиральную машину. Мне пришлось кидать дополнительный автомат, кидать дополнительный провод от автомата в комнату, где у меня мастерская, 6 квадратов, чтобы, ну, чтобы разгрузить просто электросистему дома, чтобы просто, допустим, даже не сгореть, потому что она грелась ужасно. То есть постоянно выбивала автоматы. А какой автомат ты поставил мощности? Я поставил автомат, получается, на 20 ампер. Так, а провод еще раз давай повторим. 6 квадратов. 6 квадратов. То есть это, вот, наверное, как два, вот такие вот, два с половиной пальца. То есть он очень толстый. И то, даже вот этот провод, он чуть теплый, то есть он все равно немножко нагревается. Так как потребление на данный момент, на вот этот провод, у меня 6 киловатт. А на квартиру у нас, напомню, идет одна фаза. То есть одна фаза максимально, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, одна фаза это до 10 киловатт. А насколько нужно постоянно производить апгрейд оборудования? Апгрейд оборудования, вообще для чего он делается? С каждой новой видеокартой, допустим, от NVIDIA, вырастает мощность их в майнинге и потребление. И потребление понижается. Допустим, опять же, если сравнивать на примере 5 видеокарт 1070 и 1 видеокарта 3090. 5 видеокарт 1070, они потребляют 700 ватт, дают там, скажем, 130 мегахэшей. 1 мегахэш, 1 мегахэш это условная единица измерения мощности в майнинге. Они дают там 130 мегахэшей, при этом потребляя 700 ватт, при этом занимая место. И, допустим, видеокарта RTX 3090. Она потребляет одна, ну, во всей обвязке, там материнская плата, процессор она потребляет порядка 400 ватт. То есть практически в два раза меньше, но при этом она дает чуть-чуть меньше мощности, чем 5 видеокарт. То есть она дает в среднем 123 мегахэша. Ну, почти 40% экономия. Да. На электричестве, если считать на год, это очень большая выгода. 300 ватт, вот если вот в час вот считать, это очень большая выгода. Ферма, как правило, она работает 24 на 7 или есть какие-то часы профилактики остановок? Да, у меня в основном 24 на 7 работает. И вот единственное, я недавно делал профилактику полугодовую. То есть каждые полгода я делал профилактику оборудования полностью. То есть есть месячная профилактика. Это когда я достаю, допустим, из рига полкарты, продуваю ее воздухом и кистью смахиваю. А есть полугодовая профилактика. Это когда видеокарта полностью до винтика разбирается, меняется полностью термопрокладка и термопаста. Вот это полугодовая профилактика. А какие требования по помещению для фермы? Смотря сколько планируете вообще оборудование туда поставить. Если, допустим, это обычная ферма на 5 видеокарт, которая будет приносить вам 10 долларов в сутки, у меня самая обычная комната, допустим, те же 10 квадратных метров. Единственное, главное, чтобы был вентилятор обычный напольный, настольный, который не даст скапливаться горячим воздуху на видеокартах, то есть который будет сдувать лишний горячий воздух. Вот у меня на данный момент в квартире все отопление выключено. У меня идет обогрев только за счет моих ферм. То есть одну мою комнату большую 16 квадратных метров обогревает одна лишь карта 30-90. По всей остальной квартире прогревают фермы. То есть у меня большой вот такой вот вентилятор напольный, который без захватка холодный воздух из окна, дует им, получается, на фермы и разносит уже горячий воздух по всей квартире. Крутая схема. Ничего не скажешь. Добавить даже нечего. Можно ли майнить на домашнем компе, на самом обыкновенном пользовательском ПК? Или это невозможно? Почему нет? Можно вполне. Допустим, если взять, допустим, то же самое RTX 3090. У меня есть товарищ Иван, который хочет вот так вот поступить на данный момент. Он хочет просто купить видеокарту, вставить ее в компьютер себе, днем сидеть, работать, играть, а на ночь просто переходить на другое программное освещение, чтобы ночью этот компьютер зарабатывал ему деньги. И сколько в таком ключе он может принести денег в месяц? Ну, тут то же самое. Грубо говоря, за 24 часа одна видеокарта приносит 10 долларов. Предположим, что Иван 12 часов сидит, работает, 12 часов у него видеокарта работает. 150 долларов в месяц. Все верно. Какие сейчас наиболее интересные валюты для добычи? Эфириум. Это вот, допустим, это мы сейчас обсуждаем про видеокарты. Первое – это эфириум. Вторая валюта на данный момент – это райфкоин. Третья валюта – это портекс. Есть еще четвертая – я ее не добывал, потому что данной валюты нет на моей бирже, которой я пользуюсь. И у меня бы возникли сложности с ее обменом на реальные деньги. Это криптовалюта Ergo. Какое будущее майнинга ты видишь? Будущее майнинга я вижу то, что майнинг будет работать чисто на комиссии. На данный момент майнинг работает на добычу монет и на комиссии. Комиссия – это означает то, что транзакция от меня к тебе, за это взимается комиссия. Комиссия за то, что майнеры переводят перевод. В будущем, скорее всего, добычи монет уже не будет. Майнинг будет работать только на комиссии, то есть на переводы. Сколько ты сейчас зарабатываешь на майнинге? Много. На данный момент чистая прибыль за вычетом электричества, интернета и прочее – порядка 130 тысяч рублей в месяц. На данный момент общая стоимость, с учетом того, что я брал по старым ценам и по новым, то около 1,2 млн – это без учета, наверное, именно вентиляции. То, что я докупал для того, чтобы охладить жар этих ферм. Можно ли майнинг считать пассивным доходом? В любом пассивном доходе необходимо какое-то периодическое вмешательство. Это своевременное обслуживание всей системы и мониторинг температур, настройок и прочее. То есть я периодически, в день, раза 3-4 проверяю по температурам, по кулерам, все ли в порядке. Все через приложение мониторится. С какими проблемами ты столкнулся в майнинге? У меня были проблемы, конкретно связанные именно с оборудованием. То есть у меня, помню, загорела материнская плата. Она достаточно очень плохого качества была. То есть китайцы просто по минимуму распаяли на этой плате комплектующие. Забыли просто обычную защиту там распаять. Ну или специально не распаивали. И просто от выключения блока питания, просто кнопки. То есть не с кнопки именно материнской платы, а выключение, ну как будто шнур из розетки вытащил. У меня умерла просто материнская плата. Это был первый вариант. Второй вариант. У меня начали появиться провода на блоке питания. То есть они не выдерживали нагрузку оборудования. Хотя, по идее, должны были выдерживать. Но, как я потом понял, то что опять китайцы что-то где-то не доделали. Поэтому я всегда беру оборудование с запасом мощности процентов на 30-40. По стеллаже, допустим, я брал самые обычные Волеруа Мерлен. Блоки питания я использую китайские, то есть не фирменные. Но я выбираю не из дешевых вариантов. То есть я беру реально качественные. Блоки питания у нас делятся по сертификатам качества. Я беру, допустим, голдовые платинумы. По факту, конечно, если смотреть на настоящий сертификат качества, он оказывается бронзой. Но все равно это сертификат качества, по которому смотрится, насколько качественный блок питания. Есть бронза, сильвер, голд и платинума. Но, допустим, если брать, сравнивать обычный блок питания голдовый и китайский, голд тоже, то по факту китайский голд это то же самое, как обычная бронза. То есть они пишут одно, по факту это все равно на уровень ниже. Возможно ли манить на смартфоне, так как я, готовясь к выпуску, прочитал достаточное количество материала, где описывается история, когда люди манят на смартфонах. Все помнят вот этот мем, где медведь орал с курсов куртизанка. Пизж ваш! Тим, вот это, пожалуйста, вставь прям в любую реакцию. Честно говоря, я с таким не сталкивался. Мне кажется, эту байку создали маркетологи антивирусов. Что-то наподобие типа, на вашем телефоне возможно скрытое ПО, которое будет майнить. Купите наш антивирус, защитите свой телефон. Мне кажется, что-то в этом роде. Потому что мощности смартфона для даже добычи одного доллара в месяц, мне кажется, недостаточно. Какие есть виды майнинга? На данный момент, если мне не изменяет память, их три. Первый – это майнинг биткоина и других некоторых криптовалют, таких как эфириум, и там еще есть перечень. Это майнинг на асиках. Асики – это у нас, грубо говоря, такие небольшие короба. Внутри стоят очень мощные вычислительные платы. Там стоят кулера. Шумит это все, как целая стойка серверного оборудования. Стоит это тоже прилично, но и добывает это прилично. Но шум и энергопотребление вот этого намного выше, чем если вы купите, допустим, майнинг-ферму. Но преимущество асиков над видеокартами, наверное, только то, что на видеокартах вы не можете майнить биткоин. Дальше второе – это видеокарты. Майнят на видеокартах. То есть можно майнить, наверное, любую криптовалюту, которая вообще майнится на видеокартах, кроме, наверное, мощных, таких как биткоин. Следующий – это у нас идет майнинг на жестких дисках. Наверное, все слышали недавно очень сильно нашумевшую ChiaCoin. Там достаточно сложно разобраться с этим майнингом. Не буду его полностью описывать. И, наверное, последнее, на чем можно майнить – это практически на это, наверное, 1% из людей, которые майнят – это оперативная память и процессор. Но на этом много не заработаешь. Где наиболее выгодно майнить на данный момент? Возможно, область либо страна? На данный момент, если про регионы России говорить, то мы отталкиваемся от чего? То, что где выгоднее майнить, где дешевле розетка? По факту, это по-хорошему нужно договариваться напрямую с электростанцией, чтобы напрямую от них закупать электричество. Как вариант, в Иркутске стоит самое дешевое электричество. Но там сейчас все майнеры поселились. Даже тот же Сбербанк. Он сейчас активно создает майнинговые центры. Второй вариант, менее известный – это Тверская гидроэлектростанция. Выгоднее там, где дешевле электричество. Как запрет майнинга в Китае может повлиять в целом на индустрию майнинга? Никак. Она уже полностью устоялась. Как только власти Китая стали запрещать майнинг, то есть они начали запрещать сначала крупным компаниям, потом они ввели запрет на действие бирж криптовалютных, полов, именно в Китае. Китайцы – очень лучший народ. Они просто разъехались по разным другим странам и все. Они просто перевели свое оборудование в другие страны. В тот момент, когда Китай начал вводить вот эти запреты, курс очень сильно просел криптовалют. Но, как мы сейчас видим, он уже полностью восстановился за полгода. В основном там остались только небольшие частники, которые майнят через VPN. Поздно ли на данный момент входить в майнинг? Поздно входить в майнинг, вот скажу проще. Поздно входить в майнинг только если вы планируете это сделать основным доходом. Если у вас есть, помимо этого, дополнительный источник дохода, и вы готовы просто, чтобы у вас эти монетки, когда добытые, копились до следующего взлета курса, тогда не поздно. Если вы хотите это сделать как основной доход, тогда я бы не рекомендовал. Что входит в ферму и сколько это все стоит? Да, буду называть среднерыночные цены именно от БУ комплектующих, потому что новые, могу сейчас ошибиться. Первое, основное, это блок питания. Если заказывать напрямую из Китая, но блок питания, ладно, будет новый, то в среднем его цена хорошего блока питания на 2 кВт порядка 15 тысяч рублей. Ну там начиная от 10 до 15. Дальше идет материнская плата. Материнские платы, я не буду вдаваться в технические подробности, берутся в среднем на 5-6 разъемов. Если кто-то захочет более подробно, может меня спросить потом. На 5-6 разъемов она стоит одна материнская плата. В счетном повышении цены на такие комплектующие она будет стоить порядка 7-8 тысяч рублей. Дальше самый дешевый процессор это 3-5 тысяч рублей. Планка оперативной памяти 1000-1200 рублей. Идем дальше. Каркас. Самый простой каркас из алюминиевых профилей плюс лист фанеры стоит в среднем полторы тысячи рублей. Что еще нужно? Флешка 300 рублей. Флешку брать желательно не ниже 4 гигов. Само программное обеспечение для майинга весит гигабайт. Но лучше иметь с запасом несколько флешек, потому что именно вот это программное обеспечение на моем личном опыте мне убило порядка 5 флешек. Не знаю, с чем это связано. Если, допустим, у человека система работает с жесткого диска, то там система работает с флешки. Флешка создается как загрузочное устройство. Дальше это у нас система охлаждения, то есть либо большой вентилятор, либо несколько маленьких. И самое важное это видеокарты. Ну и еще мелочи, такие как райзера. То есть райзер это устройство, которое может подключить видеокарту в разъем на материнской плате. Итого в среднем с учетом цены на видеокарты это выходит 250 тысяч рублей. Но это за фирму, которая будет в среднем вам приносить там 10-11 долларов в сутки. Наверняка в этой нише, так как в ней много денег и большие деньги, есть и мошенники. Сталкивался ли ты с мошенничеством в майнинге, возможно, в криптовалюте? У меня было три случая, три личного опыта. Два из них идентичные. Один прям поразил и меня, и всех моих знакомых. Первый момент был, когда я только-только начинал, я скачал все программное учение, все настроил. Я копирую адрес своего кошелька с биржи, вставляю его, получается, в настройки райфоса, сохраняю. Но на пуле, то есть это отдельный сайт, на пуле я не вижу, что у меня идет добыча. Я целый день по итогу майнил на чужой кошелек. Ситуация произошла изначально такая. Я скачал какую-то программу или скачал какую-то игру, возможно, поиграть на свой компьютер. У меня произошло так, что у меня появился автоподменчик адресов. То есть я копирую один, то есть он понимает, что я копирую не какой-то текст, а именно адрес кошелька. И он подставляет совершенно другой. Я потом пробивал… Через копирует ставить. Да, через копирует ставить. То есть я потом пробивал именно этот адрес через блокчейн. Блокчейн – это сервис, блокчейн – это сервис, через который можно посмотреть, какие были транзакции на кошельке. Я проверяю этот кошелек через сервис блокчейн и просто понимаю, что не я один был таким дураком. То, что за неделю этому человеку нафармили несколько эфиров таким вот видом мошенничества. И второй и третий раз у меня была такая ситуация, то что у меня ни с того ни с сего начал шуметь компьютер. То есть не видеокарта, а вот именно помпоохлаждающая процессор. То есть, грубо говоря, вентилятор процессора. Я сначала думал, что у меня какие-то неполадки с техническим оборудованием. В итоге происходит такая ситуация. Она достаточно комичная. Я еще поразился создателем вируса вот этого, потому что они реально молодцы. Вот я бы им поставил просто 5 баллов. У меня начал шуметь компьютер. Я сажусь за компьютер. Открываю диспетчер задач. У меня компьютер резко перестает шуметь. Я включаю процессы, чтобы отслеживать, что будет потреблять ресурсы моего компьютера. И тут через пару минут у меня сам собой начинает закрываться диспетчер задач. Я просто тогда был в шоке. Они настолько продумали систему, чтобы я не только не нашел их программное обеспечение вредоносное, но чтобы я его даже не увидел. То есть, они закрывают программу, с помощью которой я смогу отслеживать. Я пытался через Брандмаузера Windows найти их. В итоге Брандмаузер Windows виснет намертво. В итоге мне пришлось скачать стороннюю программу, которая отображала процессы, происходящие в компьютере. Она мне сразу отобразила, какой это был процесс. Честно говоря, я час пытался найти в корневых папках Windows, я не нашел его. Пришлось скачать антивирус. Это, наверное, единство в своей жизни, когда я воспользовался помощью антивируса. Потому что до этого я всегда сам удалял всякие вирусы и прочее. Вот такая вот ситуация у меня повторялась два раза. Антивирус вы хотите, это помог? Антивирус, да. Он проверил досконально компьютер. Он проверил досконально компьютер, наверное, часа четыре, потому что у меня помимо системных дисков есть еще другие диски. Он нашел два Трояна, четыре еще каких-то ПО. Там были еще фишинговые какие-то ПОшки. Было достаточно весело, когда увидел весь этот список. Схватил за голову и поклялся больше с других торрентов ничего не скачивать. Только с одного проверенного известного. Дай, пожалуйста, конкретику по поводу вывода крипты в кэш. Какие есть схемы, чтобы это было безопасно и эффективно? Я бы рекомендовал, наверное, выводить в кэш через биржу. Поступают монеты на биржу. Дальше там есть несколько типов кошелька. Первый тип, на который тебя не поступает, это спотовый кошелек. А есть кошелек P2P, то есть от человека к человеку. И через этот кошелек ты можешь напрямую человеку продать свои монеты сразу за кэш. Гарантом в этом случае выступает биржа. Это, наверное, самый надежный способ. То есть человек переводит тебе деньги, биржа фиксирует это. Ты видишь поступление на свой счет. Биржа уже заморозила, грубо говоря, монетки. Ты нажимаешь кнопочку, что ты получил эти деньги. Биржа автоматически переводит их человеку. А если ты нажал, что не получил? Ну ты, наверное, воспользоваться не можешь. Там есть апелляция. То есть ты можешь предоставить бирже доказательство того, что никакие средства не поступали на твой счет, указанные именно на бирже. То есть ты предоставишь выписку, и дальше биржа уже решает, на чьей стороне быть. Если ты был честен, а человек, с которым ты совершал сделку, мошенник, биржа просто блокирует аккаунт этого мошенника. А есть ли какие-то комиссии со стороны биржи за вывод денег? Да, есть. Есть несколько типов комиссии. Один из них это трейдерская комиссия. То есть когда ты покупаешь крипту, продаешь ее. То есть не когда ты выводишь чистый кэш. Сколько она составляет? Там какая-то мизерная часть процента. То есть даже не процент, а именно часть процента. То есть вот бинанс в этом плане он хороший. То есть у них комиссии достаточно низкие. Но комиссии за переводы между счетами достаточно дорогие. Если между счетами биржа, биржа, то есть вот получатели. Вот мы с тобой пользуемся одной этой биржей. Если мы внутри биржи переводим, я со счет тебе кидаю, тогда комиссия будет минимальная. Сколько она будет составлять? Где-то как раз какую-то часть процента. А если я перевожу с биржи на какой-то там холодный кошелек, другой кошелек и прочее. Холодный кошелек, кстати, можно потом загуглить. Это достаточно легкая тема. А комиссия там достаточно высокая. Может достигать даже до 15 долларов. Я считаю, что это большая комиссия. За транзакцию? Да. Ну и закроем это прекрасное и полезное интервью вопросом. Что же ты можешь действительно посоветовать, напутствовать, наверное, можно так сказать, нашим зрителям, кто захочет заходить в майнинг? Мой совет. Нужно иметь очень крепкие железные нервы. То есть нужно иметь хорошую психику для того, чтобы если вдруг это рухнет, чтобы просто не уйти в минус. То есть, как пример, вы купили оборудование за 250. Оно у вас чуть-чуть поработало. Кус резко рухнул. Вы побежали его продавать за 200 тысяч, чтобы отбиться. Это в корне неправильное действие. Нужно работать дальше. То есть нужно копать, нужно добывать дальше. Но это касается только тех, у кого майнинг – это не основной источник дохода. То есть если вы можете позволить себе оплачивать розетку и можете позволить то, что у вас будет работать фирма дальше, моя рекомендация продолжать копать. Копать и копить. То есть не переводить их и не выводить эти деньги, а копить. И к следующему взлету вы просто золотитесь, скорее всего. Потому что примеров очень много. Вот как пример у меня товарищ. Он в 2017 году зашел. Он копал, копал, копал. У него было 4 эфира. На тот момент они там стоили, я точно не подскажу. Ну, предположим, 200 долларов. И когда в январе все пошло обратно наверх, в апреле он их продал по максимальному курсу 4 тысячи долларов. Вот вам пример, как вот нельзя выходить именно на нервах из этого, так скажем, бизнеса. Принято. Ребят, если у вас будут какие-то вопросы, если они покажутся реально интересными, если мы соберем топ 10 вопросов, мы можем снять еще один выпуск, так скажем, факт. То есть ответы на ваши вопросы. Я не против. Ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой идеи. Ну, от себя могу сказать стандартное завершающее выражение. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Ну, здесь мы говорили о реальных вещах, о реальных деньгах, которые можно брать, применять и зарабатывать первые свои деньги, работая уже на себя. Поэтому, если не подписаны на канал, повторюсь, все-таки стоит это сделать. Напишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют. И следите за каналом дальше, ведь мы растем действительно серьезными темпами. А это мотивирует меня, прежде всего, делать для вас наиболее интересный и полезный контент. Давайте развиваться вместе. Это реальный бизнес в реальном формате. Пока-пока. Спасибо за эфир. Спасибо. Блин, ребят, знали бы, чего стоят эти труды. И на самом деле, когда вы пишите комментарии, для нас это действительно серьезная мотивация, потому что вы видите красивый, отшлифованный выпуск, но вы не знаете, что стоит по обратную сторону этой сцены. Стоит действительно много часов работы, подготовки, съемок, потом обработки материала, для того, чтобы вы уже получили какой-то более-менее приятный и вкусный материал. Поэтому не скупитесь на лайки, если вам, конечно, понравилось. И пишите комментарии, потому что наверняка есть темы, которые мы не раскрыли в рамках этого выпуска. И раскроем обязательно следующих. Поэтому не скупитесь, пишите. И если не нажали на колокольчик, то самое время это сделать, потому что таким образом вы будете видеть каждый выпуск, который у нас выходит первым. Ну что, а мы все-таки можем продолжить уже третий дубль и пул вопросов, которые я просто не могу не задать. Они действительно интересные и полезные. Продолжаем. Сударь. Да, сударь. Субтитры подогнал «Симон»!